друзья привет вы на моем канале маргарита ребятки не забываем про опцию супер спасибо и заказом батл на любимых исполнителей вячеслав спасибо огромное ребятки слушаем батл поехали друзья кубок мц не знаю от меня ветеран батл рэпа хип-хоп мать его одинокой старухи хип-хоп одинокой старухи ты представляешь как можно такое придумать одинокой старухи давай не будем мешать потому что многим не нравится когда много часто останавливаем давайте веселиться смотри начинаем остановлюсь сразу пока не началось да вот и как думаешь как начнется сейчас а вот как он исполнитель и как ему отвечать будет я не представляю даже не приставлю как он будет сейчас себя проявлять ой во первых но вроде уверенно выглядит да не знаю посмотрим да вот что будет это вообще это новая у нас или старая 5 лет назад это давайте ребятки слушать он серьезный парень смотри да серьезно интересно сейчас что будет я прямо не знаю даже во первых огил он не простой исполнитель он такой грозный да он так скажет в комментарии написали что вы что вы уж там прям огил огил но любого капюшона день такой же будет согласна не не капюшоне дела или нет 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 во первых в чем капюшоне он свое лицо не показывает свои эмоции не показывает но его как он читает рэп как он грозный до рэпа как такового то у него и нет ну мне нравится как он читает как отвечает он конечно очень жесткий он же скач первое время я была от него шоке ребят я мне даже не нравилось это потом я так слушаю интересного слушать ребятки и многие стараются ему подражать даже вот в баттлах в раундах они где-нибудь его включат понимаете потому что он что популярность да 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 потому что он очень популярный ватлер а это друзья это хип-хоп одинокой старухи я снова дома ведь снова в круге в мире батл рэпа как повитуха но эти эмси дохнут чаще чем дизвилл скачает руки я тут и за спасибо и за спасибо залью тебя керосином ты сегодня будешь моей сучкой пусти пиздец не красивой мы тут не меряемся умом или силой просто вспомни свое детство просто слушай вот что скажу сразу мое первое впечатление мы его что-то он это ты понимаешь во первых вот большую роль играть опять скажу тембр голоса его знаете голос вот у него голос более мягкий да нет такого не чувствуется знаете такую такого треша да он говорит у него голос какой-то ну нежный так не хочу говорить что нежный но не такой тембр у него подачи вот опять смотри подача из разряда горизонта и керамбита ну понимаешь то есть это немножко плаксивая интонация жалуешься на что-то а огил и напор идет да да вот посмотри ну или может я конечно ошибаюсь посмотрим не знаю давай тебя будут насиловать под капюшоном думаю что тут ассальтин крит останови когда о говорят ну ты же видишь тембр какой ну как он читает он хорошо читает ребят у него нет грозности он так-то вроде здоровый парень такой грозный да а он он не грозный да ну скажи он вроде читает не на вид на вид на вид он грозный на вид он грозный но он знаете он просто подобрал интонацию мягкую понимаешь подожди он добродушный вот это мне кажется тоже большую думаешь у него глаза добрые посмотрел да 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 он добродушный он очень добродушный человек честно мне кажется хороший такой мне так кажется это все противовес огилу да огил да а огил же как взглянет его одного взгляда боишься да ну не знаю ребятки не знаю это пока первое впечатление может он мне больше понравится чем огил я не знаю друзья струя крови в ебало это ассальтин сквир капюшон напоминает тебе батю ведь хорошо сидит ты навещал его на зоне и пронес ему в жопе пару банок сгущенки блоксик напильник отвертку ночью улицу фонарь аптеку вынес в жопе полмагаза но не вынес коллегу а тебя так воняло что всем нахер всеми нами воротили у тебя не растут усы из-за химиотерапии я быстро меняю темы как жизни на крокодиле ты быстро меняешь обувь в оксфорде научили я видел твоих родителей на фестивале чили на вкус 7 из детей чутка не доперчили сука я тебя так жестко закрутил нахую что ты закрутка целая банка одела я блять сожрал дракона который тебя породил теперь я акналогия короче буду погибать молодым буду погибать если придется на жизнь-то прижи он в очко ребят извините извините ребятки слушай я что-то переживаю за старуху одинокую да переживаю сейчас вот такую дроза даст я что-то тут молодое тут пять лет назад понимаешь что-то еще он молодой мы смотрели где он уже такое поновее баттлы вот смотри вот это исполнитель но мне нравится по себе смотрю на него он действительно на лицо такой добродушный да он даже читает у нее нет жестокости людей по внешности судить там добрый не добрый ты ну внешность обманчиво все равно я вот я вот так смотрю я вижу что он не такой трешовый парень ну он хороший мальчик да у него нет такой жестокости даже в читке в его я переживаю давай сейчас посмотрим волнуйся к ебется из-за никотина жиже и так и тачи знаешь кто из них рыжий короче и тачи всю семью ебнул и тачи спасал ее постоянно ну ты понял конечно не понял это классика но ты же огил пример как из олега стать падлой твой ты никогда не назовешь свою маму огил а она тебя никогда не назовет мамой такой форвихе блядести тысяч не хватает это все потому что за б мне не платит а вот пошел сейчас по агрессивнее просто вначале тяжело уступать когда только-только первые еще выступаешь первые пару минут он сейчас вон вошел в это да вошел в враждах он более спокойно говорит скажи вот сейчас и уверенно да как то вот вот сейчас мне нравится очень но начало немножко как-то вот не просто он только начал начали он только начал выступать еще немножко он себя чувствовал не очень уютно во то что каждый тебя видит говорит об этом уже что-то блять да значит стоит такой агрессивный а в жизни ты на хитилетке вконтакте предлагает анальчик о блять ну типа нет это нормальная хуета это нормальная что он несет что он несет скрины в люди несу блять записи твоих вольцев ёбанарат конечно нет я тебе что блять я сейму что ли нет молодец предлагает анальчик да не это все просто слова это окей типа но пиздюшка сходит с ума у нее блять пиздец травма психики из-за тебя подорожали цены до концерта дипа она она ненавидит нахуй себя не понравилось тебе это же все не спасти хику все быть во вкусе огела свои 13 лет это пиздец дико вы поняли сушки влюбляются в его злость а он их доводит до суицида любовью а что скажут батя на зоне когда узнаю что ты педофил вот ребята остановлю да не нельзя но остановлю учат мне более нравится учитка вот сейчас она более спокойно такая да уверен не суетится да не суббот не суетится но сейчас мне больше нравится а начало что-то как-то немножко я вот запереживала да ладно все окей это это хуйня это хуйня ебаная мы тут вот без этого двенадцатиминутного говна до тебя полюбить на может принципе только извращенец пиздец типа администратора рипа на баттлах лично под капюшоном но даже в этом ты сбайкил крипла блять у нас не у нас у нас не баттла фан-фикшен акции дети нас давно не нас давно не пороли ремнями твой батя как москва чтобы давай-давай слушай издаться его спалили издали а гляд на это тихо тихо молодец знаешь чем они похожи с дизвилсом оба не могут встать и выйти не могут оба ну типа с ограниченными возможностями а ты про это читал два раунда перед батей извиняться не загибешься типа понятно сразу почему ты проебал дизвилсу и победил сектора дизвилл сектор в душе свободный а дизвилс как и ты коллектор ну типа клин клином мы джейкс финном ведь и псина которую любой натягивает сектору угрожала уебать ему всушал руки нашу за шутки над батяней и сегодня он еще раз будут делать это достойный рэпер да мне нравится мне да мне нравится его уверенность не вот это то что он сейчас нет нет этого это по моему керамбита фишка с такой интонацией говорит каменная ебала огила боится геологов у них у них есть все его буквы огил огил долбоёб это тавтология как алфавит в азбуке вкуса давай с тобой сыграем в игру в одной руке победа в батле в другой твоей матери труп как быстро ты прыгаешь призовые ну и кто тебя первым встретит в аду лишь блять убийца топов вот если в так с такой манере выдержал бы весь баттл он победил бы я просто не знаю конечно не знаю кто победит но все-таки это тяжело конечно там только где-то в своих пубертатных мечтах там уже где кто-то тебя нахуй любит зови меня одиночество сегодня я твой страх вечно блять такой агрессивный вечно на серьезных шах а если тебя посадят то будет батю навещать а ты сидишь считаешь овощи на дне этой казенной тарелки и делаешь так чтоб твои батлы не увидел твой мелкий типа типа гибаться маргинал твой мелкий оголы мелкий есть не знаю он про царю муж на первый секс поп-музыка панша добрый на рпц это церковный орг трясутся руки и ноги но дух не сломлен мог быть с кем угодно но он сука огил каждый по жизни идет своей судьбой уведомый но если тебя с детства жопу ребят не очень нравится мне нравится ребятки да значит что мне нравится конечно трэша много ребят ну да нет трэша мало по сравнению с тем что сейчас мы ожидаем оттуда но просто вот интересно как он читает да у него интересный панчи мне нравится да панчи кстати не тупые да 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 еще вот мне нравится вы не было ни одного супер тупого панча ни одного не мне нравится выдержка огила как он на него смотрит глазами хлопать вот так вот отворачиваю я прям нетерпением жду вот ответы огила вот тут и выбрал путь игола огил спрятался в стоге сена не найти иголку в стоге то ли то ли олег то ли лего это ебаная огилотропия дома ночью при полной луне когда небо наполнено звездами он снимает свой капюшон весь запилок покрыт наростами плесенью мхом язвами струбьями тихо он моет голову берет скальп вместе с коростой собранный поливает все молоком полезный завтрак почти готов но время достать но время достать но время достать телефон либо огил слезет в коменты посмотрите все фотки чекнут подписки кто его друзья кто его близкие хуястый сталкер он фанатип эксценса перед концертом устроим очную вставку и как только блять он наебал чуваку который в твиттере его троллировал слушай вот я же скажу да мне вот он начинает нравиться между прочим вот этот мастер я и ума punc歌 Мастер хорошо читает, да? Мастер, хип-боб одинокий стал. Интересно его слушать, скажи. Мне интересно, вот иногда бывает такого батл, ну как-то вот не очень интересно слушать, да? А это интересно, мне интересно, о чем он еще скажет, какой еще секрет раскроет. Все интересно мне, да? И скажи, интересный самый батлер, да? Вы с тобой раньше не слушали его, да? Первый раз видим, да? Да, мне нравится. И у Ниши мне нравится его, и голос нравится сейчас, и Чика такая спокойно нравится. и панче нравится честно скажу сразу так хорошо но вдруг капюшон начинает фибрировать он его догоняет орёт слышь сука что застал буду крошить его ебальник а капюшон все не унимается под ним происходит магия там на затылке растет новый нарыв сладкая аутофагия когда он злится все сильнее его нервная сибарея съедает кожу запилка чтобы дома ночью при полной луне он мог плотно покушать гнильцы и найти новый гневный коммент он пиздит людей просто чтобы кушать а кушать это святое вот это не нравится этот матч не нравится приезжает макавта на автобусе перед словом целует сестренок пешком пойдет к макавта дорожки обсасывая хлопковые волосы хулиган уровне спеть хулиган уровне спеть таки лазы чамп на голосе и каждому злобному хейкер чё-то странный взгляд ух этого спасибо он удивляется наверное пальчем чему чему наверно как-то странно он смотрит смотри как ты не нравится что ли ему ну и мне не всем нравится его патчет давай ебать какой прям смотри они с огилом переглянулись капец смотри видела да они переглянулись с огилом такой прям жесткий за всю хуйню готов устроить геноцид ну давай тварь расскажи как живут такие как ты в барвихе пока сидят их отцы раунд ребята ждем ответочку ждем он молодец достойно все сделал что требовалось нигде не запнулся да достойно да и голос и манера такая да вот он уверенно уверенно все говорит хорошо панчин дирижа мирского добавил да все его дело там были несколько рэшев такие ну это в обязательном порядке потому что с огилом же батл идет обязательно это ребят давайте будем думать и смотреть что будет дальше мне интерес какая ответка будет это пять лет тому назад батл снимался там вообще молодой много смотрели о капельных баттлов много вот это вот хип-хоп одинокой старухи прям молодец вот реально это большой большой талант чтобы тебя было интересно слушать без музыки твою подачу это очень мало кому удается из батлеров встречаем максимальным шумом оге свой первый раунд ты только что слил тупой пидор мой баттер уже давно вышел тебе нравится героиня тебе нравится пиво у тебя повсюду окурты классно да начало осуждаем запрещенные вещества мы осуждаем запрещенные вещества и все же с этим связано и тараканы в квартире потому что ты давно потеряла ощущение реальности мира твоя боль исчезает как только у тебя появляется ширина ты же ты же костя лопатин ёбаный тупица из основы пока не поздно передай туда идет убийца чемпионов прямо сейчас прямо сейчас ты близок к матузу я выкину жопки джеб и ты будешь искать свои зубы ковырясь в своем дерьме старушенцы уже на ишапоке ну что ребята все 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 пипец реально ребятки пипец огел начал знаешь пять лет тому назад он такой же был да и точно такой же грозный парень стилю не изменяет грозный грозный ребята ну не знаю прям вот у него на грани знаешь на грани психического расстройства это выглядит ну это его это он это его баттл так читает ребят ну да и его манера это пор еще в бревне и сделаю твою голову четко сделаю твой портрет я лишь пытаюсь тебе сказать дегенерат берегись я тот с кем ты не хочешь играть я словно твой младший брат аутист спасибо по моему агила да кто больше поддерживает может он с ним больше знаком любит я словно твой младший брат ухти и он ты не баттл mc я думаю тебя нет таланта сегодня буду издеваться над тобой все два раунда ты пидарас соответственно у тебя нету шансов это схватка как терминатор против винца слава я слышал разные вещи слышал ты огела не любишь и поливал его имя грязью во многих интервью но зная тебя скажу честно я ни капли не удивился было достаточно прочесть нашу недавнюю переписку ты мне писал я хочу чтобы меня ненавидела после того что я сделаю с мамой любимой его но все пошло наперекосяк и тебя он порвал потому что ты сам сказал ты готовился всего два дня хуёвый тактик ты не смог даже сильно бить по больному мало кто знает но с него уже раз просили за мамоёбство коста ребята ну когил в своем репертуаре да ребятки в своем репертуаре жестко да жестко взгляд но он еще раз он немножко он видишь как он всегда тексты учит а это уже о чем говорит да и во-первых у него такой взгляд такой да прям взглядом от человека прям так это да надо было одинокой старухе не поддаваться надо было не смотреть ему в глаза а вот одинокая старуха сейчас стоит как-то вот как-то не знаю я немножко мне жалко его не знаю я огел слишком такой жесткий напористый напористый ему нужен другой да слушай с кем бы огел мог вот ну вот мы говорили про жабу Аркадьевну помнишь он немножко с таким с такой смешечкой такой небольшой с такой ухмылкой не злой вот мне кажется интересно было посмотреть как он на него бы напор бы делал на жабу понимаешь и как бы жаба реагировал мне вот интересно было посмотреть бы это если если батлер суетиться рядом с огилом это все сразу сразу проигрыш нельзя суетиться рядом с огилом не надо сильно стараться понимаешь когда сильно стараешься тоже нет вот он стоит он слушает внимание обращал отвернулся да да а это видишь подыгрывать ему да да давай говори с ним в контакт вступает не надо в контакт надо было сразу обрубить контакт контакт убрал все отвернулся а огил же часто отворачивался на банк надо было так и сделать ему и пацанам удалось его найти какой ты мамаёв костян тебя поставили на очко и ты отвечал за свой базар ты извинялся пока тот стекал по твоему релу и все это время ты молился лишь бы не стать инвалидом а знаю побольше чем ты думаешь так что старый замолкни передо мной стоит потрепанный не удачный секрет рассказывает это толкнив что реально не сможет потрахаться и Стенка если хотя бы раз не понюхает втихаря ее обувь блять поймите не зачем батлить вот шо ты педик здесь забыл последний раз тебя были рады видеть когда твои мамки жирные делали УЗИ вот жаба вот стояла бы здесь жаба понимаешь мне интересно как бы реагировал жабы на это видишь вот он вступает в контакт жаба улыбнулась бы так снисходительно знаешь и была бы крутая при этом давай дальше я надеюсь ей покажут как я нагибаю ее потомка и отправлю тебя в Волгоград обратно в твою помойку я ни за что в этой жизни не стану тебя уважать долбоёб я вырублю твою сучку просто за то что она стоит рядом с тобой я вот тебе скажу да никто мне кажется не может сравниться вот как ты думаешь даже это жаба Аркадьевна нет нет жаба Аркадьевна мне просто было бы интересно посмотреть на психологическую составляющую не знаю я с ним ну нет равных не жаба могла бы я думаю она могла бы но есть вот этот как его нас помнишь сейчас как его зовут обалбиск обалбиск да вот и как думаешь с обалбиском как они они вроде же вроде мы смотрели с обалбиск но все равно кто там у нас выберет обалбиск победил обалбиск победил да но они примерно на одном уровне да вот по крику да по энергетике Нет, а балбис, если честно, он прям вот, ну, повизгивает. А Огил, он говорит так, таким образом. Ё, ты нихуя не аморальный, ты слабый даже как юморист, неинтересный, унылый лошпед, ты не шаришь за стыд. Лучше смотри в глаза мне, а там у меня сейчас, чтобы я не передаю, я не нашу маску, сука. Ой, буха как. Просто ебёт, вот и всё. Блин. Старуха, признайся, что с тобой ещё такого ужаса не было. Ну зачем ты их с ним пошёл подлить? Старуха. Скоро твою грудную клетку, я басу твое сердце, ты всё ещё на плаву, но это не труд, а чудо, наверное. Будь я тобой, у меня бы тоже была депрессуха конкретная, ты выиграл ёбаный фрэш-блак, да, ну и что дальше? Если с кем-то там в плохих отношениях вот эту фразу написать ему, да человек никогда больше не ответит. Ага, слушай, это вообще, да, вот блин, вот текст. Вот придумал. А знаешь, кто бы классно был, КПСС бы, Слава КПСС. Слава КПСС нормальный. Нет, КПСС было бы круто смотреть. Нормально, но его не такого не его знаешь. Ты чё, КПСС это император мерзости. Ты чё, у него даже больше мерзости, чем Огила. А есть интересный КПСС у Согина? Нет, вот я говорю, вот это было бы круто. Ну да, КПСС он умеет. За потому, что давно урвал свой кусок хайпа. Кому нужен твой кругозор, а также разносторонность. Смирись, урод, ты так и останешься нищебродом. Когда ты учился в школе, у тебя была мечта стать стендапером. Сейчас тебе 25, судьба складывается печальненько. Ты живёшь на копейке, получив мышку в аграрном, и выглядишь так, будто спиздил весь это. Прикид из-за шана. Понимаешь, ты опущенец. Ой, не могу, блин. Вот действительно, да? Действительно, вот он такие вещи говорит, да? Ты похож на Стива Бушене. У тебя наркозависимость. Иди лечиться быстрее. Сука, не смей мне чё-то рассказывать о ритме сплетения. Всё та же машина ритма. Ты любитель поэзии, бля. Поэтому нахуй, поэтому нахуй бабку её два панчлайна твоей груди убеждаю, что ты пацан нормальный. Но если бы тебе предложили провериться на рак простаты, ты пидорасин отдал согласие бы моментально. Ты это ты, потому что твои кумиры все шутники. Если я захочу послушать хип-хоп одинокой старухе, я долго я не думаю, поставлю треки-лилки. Бррррр! Иди убейся, а ты будешь для меня всегда ничтожеством. Я дам тебе такого пинка под зад, что у тебя изо рта будет пахнуть кроссами. Ну, ребят, здесь уже видно, да? Кто вот победил, у кого здесь жёстче батл, да? И раунд. Огил, конечно. Конечно, мне... Ну, я вот ещё раз хочу подчеркнуть, из всех акапельных батлов, которые мы за последнее время смотрели, хип-хоп одинокой старухе, он был более... Ну, один из самых таких приятных, классных рэперов. Всё-таки, всё-таки. Очень талантливый. Талантливый, да. Но Огил, он псих, конечно. Огил, да. А с психом в его сфере лучше не соревноваться. И эти фантазии у аутиста ты принимаешь за унижение? Ты сказал, что своим друзьям, чтобы меня отпиздить, нужно просить разрешения. Ну, чтобы в кольцах посмотреть. Ты на это вот смотри, да? Нет. Он прям за Огилой, по-моему, да? Окей. То есть тебе... Мне подвернулся. Отвернулся. ...сепетворяешься, блядь, агрессивным, чтобы казаться более убедительным. Мне большую картошку без соли, я же не в Питере. Семейный баскет. Это что-то, блядь, про родителей. Слушай, всё равно, когда вот читает, да, оппонент, да, другому, да, если второй оппонент не смотрит на него, да, он читает как будто просто так. В пустоту, да. В пустоту, да. Это всё равно ему неприятно, да? Видишь, какого-то зависит. Вот сейчас, в следующий раунд, тоже отвернуться надо. Да, отвернуться надо. Они зрительный контакт вступают. Он же тебе в глаза смотрит, Оген, и с тобой разговаривает. Отвернись тоже. Я тебя нахуй убью. Ну, блядь, на твои пустые обещания я даже кассирую из KFC похую. Он нахуй не отпиздил мовца за сука просто два раунда шуток про его батю только потому что. То есть он хотел это сделать, но сказал, что не могу. Ну, мовец слишком худой. То есть, в принципе, любой сука-дрищ может подойти, настать тебя наебало и спокойно уйти. Тебя породила тьма, но, видать, она была слишком худая, и ты не мог касаться губами её томной-тёмной груди. С детства не кормленный. Блядь, да ты проклятый. Вам просто не видно. Я сделал его сюдырк. 25% охуенный винрейт. Ты попал в лоу-приорити, мне в этой хуйне равных нет. Я забыл текст-то больше, чем ты в принципе написал. И, блядь, даже сейчас, даже сейчас, чтобы количество поражений было равно половине числа батлов, мне надо приебать ещё 18 раз. Солнце моё. Это хуйня ебаная, но статистика есть статистика. А вот и петушар, вот это уже не мистика. Короче. Ну, ребят, ну, ребят, не знаю. С Сугилом я не знаю. Очень тяжело. Не знаю, не любой сможет с ним. А ты смогла бы с ним забаттлить, если бы текст хорошо выучила? Слушай, ты такой неадекват, реально. Ты могла бы на него и напрыгнуть, что-нибудь сделать. Я не знаю, не знаю. Ну, мне знаешь, не знаю. Нет, серьёзно. Я не смогла бы с ним говорить. Я даже не знаю, кого поставить. Если бы он тебя троллил прям вообще так сильно, у тебя канал дурацкий там, ты вообще никакой блогер. Прям троллил бы, троллил. Как бы ты реализовала? Я заблокировала бы его? Нет, на баттле вы находитесь. Да, на баттле. Ну, что бы я сделала, ребят? Я бы, наверное, подошла и пожалала бы мою руку, чтобы врагами не оставаться, а друзьями быть. Он бы не стал с тобой руку тежать. Я стал бы, да? Нет, конечно, ты что? Да. Ну, я тогда не стал бы с ним вообще. Ну, всё, уже поздно. Ты бы уже подошла. Это, знаешь, как... Это то же самое, что Джонни Бой пытался сфотографироваться с Оксимироном, понимаешь? Ты знаешь, что бы я сделала? И себя ещё хуже, хуже делал с каждым движением. Нет, знаешь, что я сделала бы? Вот как он себя ведёт, я отвернулась бы от него прям спиной. Думаю, да, болтай. И всё. Пайкель дальше, друзья, смотреть. Только на баттле Огела можно увидеть без намордника. Если в логике есть хуй, значит, в Огеле есть логика. Он любит сыпок, любит сыпок. Любит их больше полковника. Но только ведь они подкрыты корочкой. Ведь как он, они не моют голову. Он ищет их по своему образу и подобию. Да. Длинных, блядь, долбоёбских шпал. Да, в логике есть логика. В Огеле есть логика. Да и то он украл. У того, кого нельзя называть. И ему нельзя дать веща. Ему нравятся сушки, ага, конечно, но он дрочит на одного дрыща. Ведь... Понимаете? На кого это интересно? Не знаю, не знаю. Про кого он говорит? У Огела есть любимчик, какой-то фаворит. Не знаю. Пойдите. Он для меня думает. Без Огела Микси. Это как для... А, Микси. Микси. Мы смотрели Микси. С обезьяной ходил на это самое. Пришёл на батл с обезьяной. Не надо ещё. Обезьяна была рюкзак. Ты индус и корова. Он твой страх. Ведь если он тебя... Кстати, Микси. Микси классный рэпер. Мало мы смотрели его классные. Интересно бы тоже с Огелом посмотреть. Вот Огел, блин, вот он вообще настолько неактивный. Почему он сейчас не продвигается Если бы он даже просто говорил... Даже вот в принципе-то не нужна эта толпа. Не нужно вот это такое шикарное какое-то организационное действие. Просто даже где-то... Просто снять самим помещение. Просто побаттлить. Не надо никого там. Не надо никаких спонсоров искать. Нет, он не хочет. На просмотрах заработан, донатах. Почему они не хотят? Почему он не хочет? С Огелом бы все побежали рэперы просто на перегонки баттлить. Не знаю, не знаю. Может кто-то испугался бы даже. Не все. Если человек приходит с Огелом побаттлить, он уже такую известность получит. А пиздец тебе нельзя его трогать! Слишком худой, блядь! Нет, не бей, пожалуйста! Не трогай! Не набежу булеметчик! Сука! Я приношу жизнь в баттлы, а не баттлы в жизнь! В российских реалиях и так не то, чтобы заебись! И отчасти, блядь... Классно выступал с Огелом Сван. Мы тогда смотрели его. Сван. Он прям, знаешь, очень круто выступал. Прям вот настолько свысока на него смотрел, и все, что говорил Огел, просто перечеркивался одним взглядом с Ивана. Ты не помнишь, кто это я поняла. Извини, пожалуйста, я не помню, кто это. Извини меня. За таких, как ты. Ёбаная тварь, сорвавшаяся с цепи собака. Это типа твоя социальная роль такая, да? Тебя устраивает. Слинявая шапка. Не, не что-то заебись, чтобы хайпить на перепалках. Отличное начало, русский маг Калейкалкин, но время берет свое и тухнет бешеный взгляд. Когда зритель уснет, пса все равно усыпят. Хотел стоять с убийцами, вряд ли на него всеклали хуи, он кусается, простынюет, здравствуй, ситцевый кляр. Фух. Таких, как ты, было немало в баттловых лигах, малой. Но лишь один смог их всех выебать, и то в итоге стал мной. Молодец. Хорошо сказал. Можешь показать им сообщение, где я тебя респектую. А ты это делал? Блядь, я... Я респектую всем, блядь, респектую... А зачем ты всем респектуешь? Личего? С какой целью? Давай слушаем, вот сейчас скажешь, какой цели. Ты любишь этих людей, которые респектуют всем и каждому? Не знаю, ну... А, ты же сама такая. Я забыла. Ну, за все. Я не хочу, знаешь, я не хочу людям плохо делать. Может быть, я и могу, я бы, я поэтому... Ну, как, я не хочу. Ну, как сказать, не могу я вот как-то, не знаю я. Не может дизреспект показать, да? Да, да, да. Ну, почему он же старается, он тоже работает. У него это, как сказать, они стараются, понимаешь? Как я могу что-то говорить? Баттлеры, баттлеры, баттлеры все стараются. Да, все они стараются, баттлёрки. И каждый по-своему хорош. Ты не даешь вот ему говорить опять, понимаешь вот? Каждый по-своему хорош. Вот он же тоже хорош, он хорош баттлёр. Да, хорош. А кто не может? Блядь, я... Я респектую всем, блядь. Респектую напропалую в Директе. Водя по губам хуем тоже, блядь, респектую. Респектую... Респектую ВК, ВЛС, бывший в ЧС. Если бы респект стоил рубль, я бы купил Мерседес. Блядь. Я респектую Микси, незнакомому чуваку, оператору. Складки в кофе вообще. Чувак в маечке. Лёха. Ада. Блядь, всяческие. Хэллоуин. Даже тебе респектую говно. Но больше всех, кто в баттл-рэпе, больше всех я респектую маме АО. Вечно в моём сердечке. Ты хули такой бесстрашный? И ответ сразу ясен всем. Думаете, долбоёб сядет, если оставив общак его батя сел? Не, не в этой стране, где деньги и власть синонимы. Я ебу тебя в рот, как новый хозяин, приютивший голодного Ронина. Всем поебать на твою пицуху, обиженный из жизни девственник. А вот то, что уебал фаната Дипа, вот это будут последствия. Секрет уже скрывали. Нары, бля, тебя уже не ждут. Да тебя нигде не ждут, аудист ебучий. Даже если Саня позвал тебя в круг, значит Саня так будет лучше. Блядь, Диза вывести нелегко. Даже его тёлка справляется. Диза, Диза вывести нелегко, но ты смог. А он, блядь, жёсткий, в ярости. Я в своей маке. Я в своей маке. Я в своей маке. И, блядь, у тебя пока не в ярости, на сортира. Ты просто тульпа Джима Джеффресса, шлюха для инвалида. Блядь. Себя... Вот эта часть сейчас как-то не в попад у него идёт, потому что угел себя в том батле шикарно просто проявлял. Молодец. Забатлил Диз. И взят с ноты панч лайн. Ай донт ну вот и тис. Короче, чтобы батл рэп был познавательным и полезным, я этой шапке пояснюю сейчас за кризис наследства. Короче, те, кто в 90-е оторвали заводы и бизнес, они не бандиты давно. У них всё юридически чисто, и они управляют страной. Но это не те. Это немного не то. Это немного не те, о ком идёт речь. Короче, сегодняшний бизнесмен вчера был авторитет. И, короче, прикиньте, скоро же, блядь, на пенсию. А в нашей стране всё лучшее детям. Заводы и бизнес идут по наследству. И вот тут возникает проблема. Дела идут в гору, но время берёт своё. А детей воспитали, как конченных тварей, и каждый второй долбоёк. Не-не, неправда. С огромным количеством подростков общаемся, с гигантским количеством. Настолько воспитанные все. Ой, не говори. Пишут от 13, например, до 35 нам. Например, послушайте наш трек. Там очень культурные воспитания. Ой, какие культурные. И такие умные по делу, знаешь. Ничего лишнего. Спасибо, до свидания. Да, зря он ответил. Да, это... Я не знаю, действительно. Молодые поколения, это настолько воспитанные молодые люди. Есть там, может, кто-то, мы их не знаем. Ну, наши вот, да? Скажи, действительно, хорошие мальчики, да? Ну, если мы говорим про адекватные семьи, про нормальные адекватные семьи, да. Я в восхищении. Ну, у нас аудитория, получается, от 13 до 35 основная. Ну, а когда кто-то умрет, завез заводы и бизнес достанутся детям. Ну, не пускай же их по миру. И кто нахуй захочет инвестировать в страну, в которой бизнес может достаться Огилу? Огил, обалдел. Вы бы не против. Здравствуйте, Огил-сан. Очень приятно иметь дело с этой связью, сан. Серьезно, думаешь, так, блядь, и будет? Думаешь, пройдут из жизни незамеченными потоки мочи? Думаешь, тебя не узнают, если наденешь костюмы, очки? Маскировка уровня, кларк, кет. Сидел бы лучше в кабиночке, как? Сидел бы в кабиночке, как, клет? Да ты Огил-сойер, но даже стоер, все равно бы лучше стояло Олег. Сойер? Когда Джонни Боя узнают в Риге и кричат ему Огил-лорд, он улыбает. Он улыбается и кивает, ему слышится Огил-лох. На баттле с мавцом ты читал, что малец.ру, сайт магазина белья. На сайте Огил-ру вообще нет нихуя. Но сайт огил.орг, ебать, это сайт голландского журнала по переработке нефтегазового сырья. Ребенок смотрит под кровать, нет ли там Огила. Огил смотрит под кровать, нет ли там нефти и газа. Кстати, Огила можно было бы пугать детей как бабайкой, если бы это пошло в традицию, в какую-то. Вполне, вполне можно было бы. Почему? Ну, жутковатый тип. Жутковатый. Ну, когда он говорит жутковатый или когда он стоит? Просто жутковатый тип по энергетике. Не знаю, вот я сейчас, я же тебе говорила, что раньше как-то я к нему это самое, да, сейчас мне очень нравится. Какая чма тебя породила, становится ясно сразу. Очередной нефтяник с дебилом. Он настоящий баклёр, настоящий. Вот он настоящий. А кто не настоящий? Ну, давай. Барвихи. Ебаться повод поплакать, забыть не плакать в турнирке. Блядь, батя на пшак, ты не вечен, а нужно на вечеринке звать реперков и бухло, сестёр на вечер в детдом. Кстати о них, что чему тебя научили утренние стояки, в доме заебок живётся и без твёрдой мужской руки. Ты зайдёшь на подачи на пор. Мой дед отызвал за пор. Иди, сука, просрись, голбоёб. Тебе метана скопилась больше, чем на скважинах Огил Орк. Тебе не успеет занять стульчик в этом круге самсары. Ты будешь умолять, кричать, дайте её, да. Но если б напротив стоял дип в костюме Сайтамы, ты бы улетел с одного панча, будто дядя Фёдор. После батла меня отпиздишь. Но даже в этом ты сбайтишь Демасту. Когда ты ходил в школу, я уже батлил с Демастом. Кто-то поборол МакГрегора, кто-то поборол оператора. Вот сравнили достижения, вот оно всё и понятно. Как дела, чувак, мы подождём, не переживай. Привет, у нас батл. Молодец! Вот и сравнили достижения, вот оно всё и понятно. Как бы, как говорили издревле, Огилы считают по осени. Чё, типа, замёрзла зимой? Типа, ну чё с тобой? Я сдохну, и хуй со мной. Ты сдохнешь, и хуй со мной с тобой. Блядь, мы батл... Мы батл-рэперы, чувак. Мы батл-рэперы. Каждый первый, как каждый второй. Каждый второй, как каждый первый, блядь. Мы батл-рэперы, долбоёб. Мы тут не крейсеры строим. Пиздюк с тобой сфоткался, всё, нахуй, считаешь себя героем. Сука. Слушай, вот всё равно скажу, да? Вот этот спаунтер мне очень нравится, понравился. Очень понравился. Молодец на совести делает. Да, всё на совести. Молодец, прям вот реально. На сто процентов. Всё, что от него зависело, он сделал. И я бы ещё его посмотрела. Просто говорю, мне он нравится. Классный. Да, очень такой нормальный. Алиса, ты заблудилась. Кроличья нора в другой стороне. А тут батл-рэперы на рэболи тебя ебали в жопу те демоны. Слышь, блядь, ты маленький, белый, пушистый. Бездонную яму, упавший даун. Тут не Льюис Кэррол, а Куба Кэмси. Вот это и есть андеграунд. Ну, говори, как ты гря, блядь. Ой, ты глянь. Ты глянь. А Хэллоуин гонит. Вот, пожалуйста. Ну, а как так можно, а? А ты гря, блядь. А зачем? У нас бездонную яму, упавший даун. Тут не Льюис Кэррол, а Куба Кэмси. Вот это и есть андеграунд. Ну, говори, ебалу, ты гря, блядь. Мари, смотри. У нас тут, я читаю, да? Завали ебалу, пидрила. Тебя пизда напала. Твоя лучшая гобица за ним прошла пора, фрэш-бада. Хватит читать. Ахер он да... Хватит читать рыбателя, ты не себя заметишь. Ахер он да... Ну, нафига подсовывает ухо? А? Чего он не отвернется? Он прямо в ухо. Он должен ему перепонку лопнуть сейчас. Друзья, простите. Иногда мне может так вот... На нервную почву, ребят. Ты же с батлерами общаешься. Ребят, ну так в ухо зачем орать? Поведешься с батлерами, от них наберешься. Да, ребят, простите. Я не хотела, да, ребят. Это уже третий у тебя или четвертый раз. Ну, ты лично, конечно, простите. Ну, зачем в ухо орать-то так, а? Ну, зачем? Перепонку ты можешь лопнуть. Скажи, что вот это как не испугался, старуха? Да, старуха... Он нормально, в принципе, снял. Он даже не показал виду, как будто так должно быть. Ай, где работа тебе хуй знает. Продавай свои газы в банке. Вот тоже зачем так стоить, да? Спиной полюнись и все. Я вообще не могу понять это. Кто может объяснить? Я тоже не понимаю. Нет. Ну, вот видишь, он всесли. Вот баттлеры, когда на них начинают, ну, баттл читать против них, они просто стоят и молчат с каменным лицом. Это самая выгодная позиция. Почему так не делает? Балса с твоего баттла. Короче, на тебя всем похуй. Ребят, извините, мне нравится Огел, да? Ну, он вообще нахальничает, да? Ну, прям вот так нельзя все равно, мне кажется. Там, наверное, все, кто рядом стоял, все испугались. Там все испугались. Даже вон Хэллоуин говорит. Чих-чих-чих-чих. Да? Ребят, я... У Хэллоуина в кармане сразу укол, знаешь, успокаивающий. Сразу у этого вогела. Не укол, наверное, это самое. Укол, укол же делают, адреналин или он успокаивающийся в этом случае. Попытации не существует. Костя, ты наркоша! Ты то и дело, что думаешь, где поменять биткоины, блядь. Ты ебешься с тором чаще, чем Наташа Портман. Давай, Наташа Портман. Я молю небеса, чтобы, мол, не ударили тебя, родные. Я понимаю, ты выступаешь с целью побороться свою депрессию, и тебя недавно бросила твоя невеста. Я думаю, что она не хотела быть со старухой вместе, из-за страха, что акушерой в руки дадут младенца, еще одного лупогладого Делды, как с глупым фейсом, и шлюха съехала от тебя искать другого, главный семейство. Ты пидор ответишь за шутку, что меня Забаев сбагрил? Я испорчу тебе жутуху так, забавы ради. А это правда, что найти выход твой двоюродный брат? Кто-кто? Если это так, то я не знаю, кому из вас хуже, чувак. Реально, у тебя что ни день, то бытовуха бардак? У этого лоха, что ни песни, а то куча грустных цитат. У вас схожие черты лица, даже голоса идентичны. Вы оба из Молгограда, видимо, с одного дистрикта, и несмотря на то, что его фаны продолжают хвалить его, этот дегрой читает так, будто шлифовал пизду трём бабами, оказалось, у каждой был сифилис. Твой братец овощ, его первый трек это дис на погоду, я видел видос, у которого лишь две тысячи просмотров, там ты и он на трущобе судили каких-то задротов, и один из них получил от твоего братишки намордник. Толпа кричит и хохочет у всех на лицах улыбки, он ему его вручает и такой, это тебе за быструю читку. Нахуя ему намордник? Кирилла он нужнее сто процентов, бедный МС издайл и не знал, что ему делать с этой вещью. Я отвечаю тебе, старуха, походу, Кирюха того, он пишет песни на студии набив пилюлями рот. Вы, вероятно, вдвоём обсуждаете сук и любовь, и высираете двухсторонние фаллы за друг другу мочков. Да, КПСС, Слава, КПСС на тебя нет. Да, их бы двоих, да, действительно, поставить. Вот что было, да? А может, есть этот баттл? Нет. Йо, йо, я без особых усилий сделаю этого рэпера несчастным. Ты не вывозишь, и поэтому просто уедь отсюда, Вася. Так как что-то не рассказывает, что тебе сейчас не покажет. Да, да, отвернулся. Вот опять начал эмоцию давать. Нахуй ты на это подписался. Бред! Ты же обычный фейк, Костя, я не перевариваю рэп-хоса. Твоя мама родила, сучку, я зову тебя Чес Боно. Откровенно говоря, мне всё стало ясно ещё задолго до батла. Может, ты не в курсе, но я знаю твоего кореша Фару. Да, да, Сашу Фараона. Мы с ним учились в одной и той же школе. Этот уёбок два или три года ходил в одной и той же копте. Каждый день он её носил. Она ни разу не... Гогел, извини, ты же тоже в толстовке каждый батл. Да, да, да. Он хоть их меняет, нет, или одну и ту же ходит? Он в одной и ту же ходит? А может, не меняет. В чёрной вроде он всегда, нет? Не знаю, я даже не могу. В чёрной всегда. Тёмная, да. И была Сфарана. Его друзьями были ложки, которые каждое 8 марта зачитывали в актовом зале перед училками. Я лично его подкалывал. Слушай, это вот фанаты Огела сзади стоят, и они вот начинают смеяться, да, чтобы аудитория поддержала смех, да, вот его батлом, да, не батлом, а этим. Я его подкалывал при любой возможности. Мне было приятно ему говорить, что он похож на отброса общества, у вас немного общего. Взять хотя бы то, что с вас обоих угорали в те времена. С вами общались так, Элла, Шара, иди сюда, дай тебе дам нища. И спустя годами изменился, но детскую обиду всё так же видно, петух. Саша тоже сменил имидж, думает, что круто, раз ты его друг. Ну, и кто-то не вкуривает, типа, да где вообще они встретились? Людей же на свете немерено. Но ты же, Константин, неудивительно, что ты знаешь этого демона. Сука, блядь, ты это настолько дно, что тебе не поможет даже ежедневная подготовка, я всё равно приду и сломаю от колена твой позвоночник. У тебя больно убогий стил, ты стал жертв, мусор и русходство. Это парень в шоке. Ну, просто скажи, Огел, ты победил, и на этот раз идём. Глаза смотрит, ну зачем, а? Сейчас же основные приёмы психологии, по-моему, уже все знают. Ну, сейчас же все смотрят психологов, хочешь, не хочешь, там какие-то видео ты смотришь. Ну, а что вот ему делать было вот так? Нет, ну говорят же, что не давай реакцию, не давай реакцию на того, кто пытается быть твоим раздражителем. Это же сейчас известный факт, и пять лет назад. Прав лицо смотрит ему, пока моргает глазами, да-да, зачем? Да, это ему питаться тобой, он питается тобой, да, твоим глазами, твоим взглядом, да. Он же видишь, как ты смотришь, как ты реагируешь на это, ему хорошо, да, вот получается. Ну, я так думаю, Огел-то отворачивается, он никогда никому не смотрит ни на кого, да, скажи. Ты хип-хопа, ты к нему не предрасположен, эти твои призрельные хип-хопы, и сперман-приемника могут только выдавать какую-то хуету мне, срежущих строки. Я ненавижу тебя. Костенька, ты уебан. И прежде чем я закончу твою карьеру, я хочу, чтобы ты кое-что уяснил для себя. Ты меня бесишь. Не похуй, почему ты меня бесишь, а мать твою Огел. Я самый безумный баттл-рэпер. Вы же самый безумный. Я не скоро завяжу мой список, ушел очень длинный. Покойся с миром, еще один чемпион в могиле. Помни, выходя со мной в круг, ты рискнул собственной жизнью. Пулись пулями, будто стрелял лубом до сишку. Ты нахуй от себя гадал. Грятает, грятает. И он мой славяк, помогите! За холосы кричат. О, младец. Судей будет. Ребята, ты им баттл. Начинал холос! Отвечал ему Огел. Странно, смотри-ка. Ты за холоса, да? За холоса. У холоса больше? Перейдем сюда, жеткий баттл. И первым судебным, ешь и всячески, кидайте шума ему. Не знаю, секретов или нет. Но мне нравится, что стиль Кости, ну типа пиздец, как нравится стиль Кости. И стиль Огела мне тоже пиздец нравится. И такая фишка. Что того, что другого я сегодня увидел впервые. Ну типа тебя с тобой мы баттлили, да? Но то есть со стороны смотреть это немного другое. Вот. И поэтому это, с одной стороны, это пиздец, как сложно. Ты думаешь, кому победу дадут? Не знаю даже, мне кажется, наверное, не знаю, не могу сказать. Ну как-то. Один-один, наверное, будет. Потому что... Как один-один, три голоса минимум. Нет, ну ладно. И этот читал классно. Угу. Классно он читал, Костя. Да, он читал не хуже. Да, не хуже. На уровне, на уровне. На уровне. Меньше кричал. Подача, пацаны. Просто характер другой. Другой, другой характер. Да. А этот... А с другой стороны, это просто, блядь, потрясающее впечатление. Это очень охуенный баттл. Я хочу вам сказать спасибо, пацаны. Это... Мощно. И реально, блядь, сложно выбрать того, кто здесь победил. И, наверное, я на эмоциях отдаю за Огила, потому что... Потому что не знаешь, как жизнь повернется, да? Единственное, что, чувак, ты сказал, что он, ну, типа, не имеет понятия о стиле. По-моему, блядь, он охуенно стильный пацан. Что в плане баттла, что в плане, блядь, того, как он одевается. Но ты, блядь, победил, да, по напору, по всей хуйне. Вот. А так, по-моему, у вас очень... Один-один! Второй голос, Серёжа Сеймур! Так, чуваки, ну, охуенный баттл. За Огилом интересно смотреть. Всегда, блядь, что бы он ни делал. На самом деле, два чувака, которые, вот, баттл, короче, либо смотришь и пиздец шляпой, либо пиздец охуенно. Сегодня у двоих, в принципе, получилось пиздец охуенно, но у старухи больше концентрация панчей, больше веселых моментов, крутых. Короче, за старуху. Молодец! Молодец, молодец! Айо, один-один! Третий решающий голос МЦ похоронил! Я хочу, чтобы Хэллоуин решал, короче. Не, ребят, на самом деле, по-моему, баттл очень равный. Тут чистая вкусовщина, кому какой стиль. Я выпадал с твоих строчек. Охуенно стильно было и весело. Ну, просто смеялся даже там, где было серьезно, просто уж так красиво. Сделано и смешно. Чувак, у тебя вообще заебись. Я тебя давно таким не видел. Мне вот хочется отдать Хосу голос. Да? Ни хига себе. Я так не знала. Хос! 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 Хос когда дают ему второе место, они просто знают, что Огил не обидится никогда на это, потому что Огил знает, что у него первое место. Ты знаешь, вот у этого первого исполнителя, у Кости, да, у него панчи интереснее были. Да, у него были интереснее, да, они согласны, согласны. А у Огила панчи были такие жесткие, и вот именно на то, чтобы прям стереть тебя, сожрать, убить, там вот всякое вот это, да, вот у него жесткие. Но мне интереснее было слушать сегодня вот первого исполнителя. У него интересные батлы, понимаешь, интересные. Интересно его было слушать мне, потому что у меня новый. Но все равно шоу сделал Огил, понимаешь? Ну конечно, шоу сделал Огил, да. Я бы кому дала свой голос? Я не могу сказать тебе. Ну я, ребятки, вы знаете, я бы сама говорила, что для меня Огил очень интересен. Как батлер, как человек, как жесткач, ребятки. Ну вот. С этим я познакомилась. Интересный исполнитель. Но все равно свой голос за Огил отдал Огил. Потому что, знаете, я его давно слушаю. Давно. По старой дружбе, да, дала бы голос? Да, да, он жесткий. Рэпер жесткий. Насчет рэпер я бы не сказала. Рэп я ни разу, мы ни разу его рэп не слышали как таковой. Ну не рэп, а вот, как сказать, читает. То, как он читает. А? То, как он читает. Ну да, вообще-то не скажу, что он читает рэп, да, так все. Действительно. Ну что, и я тоже рэп не читала. Они просто рассказывали, да, свои панчи. Ну, ребятки, знаете, что я скажу вам? Огин один. Вот все, что хотите, то и думайте. Оба интересных исполнители. Очень. С этим я познакомилась. Мне интересно было узнать его. Новенький исполнитель. Пока, друзья.